приветствую всех кто меня знает кто меня не знает меня зовут алексей давайте погадаем с вами чего у нас там будет в россии с правами и свободами то есть права и свободы сюда же входит там интернет свобода слова свобода передвижения свобода распоряжения собственностью тут сюда же входит мобилизация то есть будет ли будут ли ущемлены права и свободы обычных граждан давайте спросим карты просто банально спрашиваю карты скажите пожалуйста что будет с правами и свободами в россии в течение оставшейся половины 2023 года вопрос задан размешиваем карты чтобы карта у нас адаптировались к заданному вопросу и делаем расклад пока не буду ничего говорить карта мне место так расшифровку даю свидание со знакомым здесь человек какой-то будет собирать собрание я так думаю надежда от мужчины здесь мужчинам будет собрание делать либо делать либо не делать но я думаю он соберет какое-то собрание король собрание с дорогой почему-то либо договор либо ценности какие-то материальные здесь буквально выпадает еще я не знаю сколько совсем вот немножко осталось какое-то собрание будет немножко совсем осталось шестое шестнадцатое число шестое шестнадцать шестого по шестнадцатое число мужчина скорее всего будет какое-то собрание проводить по видео связи не видео связи я не знаю но он соберет кого-то дорога темная здесь еще кого король разговор какой-то и разговор с точкой либо с точкой либо разговор ударный либо после этого разговора произойдет удар мужчина собирает группу лиц приблизительно с шестого по шестнадцатое число так по крайней мере планируется что еще подарок старушка либо старушка либо женщинам здесь возможно будет выплата выплата или доплата женщинам старушка доплата женщинам или либо доплата женщинам за мужчин не знаю можно ли сюда притянуть за уши на биулину нет здесь она не это никоим образом не проходит доплаты женщинам за мужчин возможно такое будет или довольство какие-то дотации но это все ерунда это нет это никак не оправдывает но здесь это будет в правах или правах или в каких-то законодательных актах то есть что-то в этом роде так что еще разлука с близкой женщиной неприятное навязчивое общение вот здесь на конец года странное что-то выпадает очень что-то странное ущемление прав и свобода я не вижу насчет прав и свобод ущемление я вижу здесь какие-то законодательные акты здесь именно какие-то законодательные акты либо их подписание либо их реализация падает 6 по 16 либо по 26 число вот с этого периода здесь крайне высока непредсказуемость 6 по 16 либо по 26 тут 6 так девяток много выпадает внимание к близким здесь какой-то король выпадает к близким внимание к близким мужского пола король будет король будет говорить наверное о дороге за королем идет дорога которая идет к какому-то тупику либо концу здесь недовольство идет недовольство мужское идет здесь реализация законодательных актов будет но как она будет протекать для меня это загадка как она будет проходить как она будет протекать реализация каких-то законодательных актов там туз туз бубен падает это с одной стороны материальные ценности и деньги с другой стороны это что-то властное то есть это либо какие-то ценные бумаги бумаги которые подписывают вот что-то такое так а то ли я посмотрел так переполох 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 выпадает здесь выпадает переполох свадебная неурядица переполох здесь какой-то свадьба по сути это какой-то акт какой-то ритуал переполох переполох здесь все готовится к какому-то переполоху переполох внимание к близким мужского пола тут я немножко неправильно сказал но тем не менее внимание к близким мужского пола нет у меня все равно почему-то карты эти тянутся здесь есть эти тянутся и 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 Разговоры денежные, но все закрывает дама пик. Кто-то говорить будет о родном доме, о деньгах, но почему-то все равно выпадает дама пик. Либо речи не будут иметь никакого значения, либо они будут иметь противоположное значение. Плохая встреча. Выпадает плохая встреча. Неприятности на работе. Законодательные акты, права, которые будут вас ущемлять на работе. Плохая встреча. С работы, возможно, будут уходить лица мужского пола. Я здесь не вижу никаких... Как бы так сказать, права и свободы, допустим, будут. Но вот мужчины, вот конкретно мужчины, какая-то категория, возможно, людей. Здесь с работой что-то будет такое, что вот... Но я не хочу, я не пойду на работу, потому что там что-то это такое. Могут меня забрать. Может быть дальняя дорога. Это причем выпадает здесь между шестью и шестью. Это между шестым сентября или шестнадцатым сентября, двадцать шестым сентября. Вот в этот промежуток времени какие-то акты либо будут обнародованы, либо подписаны. Вот так. Время препровождения с коллегами. Плохие новости из казенного дома. Сарафанное радио будет работать. Первое сарафанное радио будет работать. Мужчина, обратите на это внимание. Сарафанное радио. Проблема с деньгами. Не такая очевидная, но проблема с деньгами будет. Много разговоров. Плохие вести из казенного дома. Не могу понять, почему плохие вести из казенного дома. Я не вижу, что это за дом. И почему-то я не знаю. То ли это обстоятельства такие выпадают. Я не могу понять, то ли обстоятельства выпадают такие, что холод идет. Почему-то холод идет по спине. Не понимаю, почему. Либо страшно, либо я не могу понять, почему идет такой... Не страх прямо, а вот что-то идет такое, как неробость, а вот что-то такое... Блин, как же это назвать-то чувство? Опасность. Опасливость. Опасность. Вот в этот период опасность почему-то выпадает. Вот опасность, опасность, опасность. Плохие новости из казенного дома. С чем они связаны, я, извините, не могу понять. Плохие новости из казенного дома. Казенный дом может быть разный. Это может быть и государственное учреждение, это может быть и казарма, это может быть и... Но это не закрытое учреждение. Казенный дом это что-то такое, откуда люди входят и выходят. Это не твой дом. Почему-то одно сочетание карт валится, это конец и недовольство. Вот почему-то вот эти карты валятся, не могу понять. Вот именно вот в этот период. И именно идет такое ощущение опасности. Вот прямо спиной чувствуешь, не головой, а спиной чувствуешь ощущение опасности. Что еще дальше там у нас? Радости в любви. Разлука с близкой женщиной. Не знаю, почему у меня выпадает разлука с женщинами, я не могу понять. То ли мужчины будут уезжать. Разлука с женщиной. Не могу я трактовать это. Но самый такой период, это вот я сказал, ну приблизительно вторая половина сентября, октябрь, там вот как будто будут подписаны акты. И они будут ущемлять, ну то есть работа, работать будет тяжело мужчинам. Тут мужская карта падает, мужчинам будет тяжело работать. Исполнять обязанности, приносить деньги в семью, я не знаю. И сарафанное радио, опять тут будет много работать. Уйдет коллектив и идет разговор между людьми. Мужчины будут говорить что-то. Вот такое ущемление будет право, а границы закроют вообще. Ну, выезд, мне кажется, уже закрыты границы. Что-то у меня такое ощущение. Не знаю, почему так. Ну, выпадает вот так. Пять казенный дом выпадает. Насчет границ я просматриваю ситуацию, но здесь идет казенный дом, тюрьма. За границу не выбраться. Тяжело выбраться. Первое. Не знаю, почему здесь женщина выпадает. Я не могу понять ссоры из-за неверности. Женщина, ссоры из-за неверности. Ну, что могу, я трактую. Что не могу. Извините. В бан получение малых денег. Мне нужен товар, плачный товар. Здесь женщины будут беспокоиться о мужчинах. Идет беспокойство о мужчинах. Я могу только так трактовать. Мужчины. Опасность. Мужчины остались только червовые. Червовый валет, он предназначен для... А, вообще, это любовная карта, либо карта ребенка. Не те здесь люди, они не приспособлены для того, чтобы быть рекрутами. Я не вижу такого. Женщина волнуется за мужчину. Почему-то неверность еще падает. Почему неверность? Мужчина неверный. Мужчина неверный. Мужчина неверный. Но такое ощущение, будто неверный он не женщине, а чему-то другому. Возможно, какому-то долгу. Неверность идет мужчине, возможно, долгу. Но здесь женщины, конечно, переживать будут. Я могу только так трактовать. Нет верности здесь долгу. Нет. Что самое интересное, я здесь дорог не вижу. Дорог я не вижу здесь. Хорошая новость. Реализация планов. Обман в получении малых денег, ненужный товар, порченный товар. И все равно у меня почему-то такое ощущение выпадает, что после какого-то периода, полтора-два месяца, здесь дальше пойдет либо какой-то режим будет. Какой-то специальный может режим, я не знаю. Который будет еще больше ущемлять права. Кто-то у меня там спрашивал насчет интернета. Я не вижу, чтобы интернет отключили. Я вижу, что мужчинам будет здесь тяжеловато. У меня у мужчин дорог нет. То есть, может, кого-то и найдут. Рекрутинг будет, но в недостаточном количестве. Поэтому что-то еще новое придумают. Вот так вот у меня выпадает. Спасибо всем. Да, скоро осень. Еще две недели осталось и осень будет. Всем удачи, добра, тепла и терпения. Все, до свидания всем.